Кыргызстан 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 Сам Аклбек Джапаров написан исключительно в рамках международных стандартов. Он подчеркнул, что процесс переговоров с канадцами планируется завершить к 15 марта, после чего Кабмин предоставит необходимую информацию и отчитается перед Джорху Кенешем. Что же касается роста цен на продукты и предметы жизнедеятельности, тут ничего не поделаешь, объяснил глава Кабмина. Инфляция будет, но здесь власти страны могут помочь повышением заработных плат. Инфляция где-то дошла до уровня 7,8%, хотя планировали 2%. Соответственно, инфляция ожидается, повышение цен по всему миру не будет останавливаться. Наша страна 67% своей жизнедеятельности импортирует, соответственно, инфляция импортируемая. Здесь мы ничего не сможем сделать, и здесь правы, и ответили на свой вопрос, нам необходимо увеличивать благосостояние своего народа, поэтому мы резко увеличиваем расходы государства, доводим до 400 миллиардов сомов. Мы это видим, и мы будем увеличивать резко пенсии, пособия и заработную плату. С 1 апреля мы уже повысим. В прошлом году мы на 19,5 миллиардов повысили пенсии, пособия и заработную плату. Еще немного о доходах государства. Глава Кабмина рассказал, на что планируется направить средства, получаемые от легализации автомобильной тонировки, если проект будет принят. По его словам, если парламент одобрит узаконение тонировки передних боковых стекол авто, половину вырученных средств будут направлять на покупку современных инвалидных колясок и оборудования, а половину на строительство ГЭС Камбара-1. А говоря о товарах, стоит отметить и ту небольшую часть, которая экспортируется. Отмечается, что на границе с Казахстаном все еще есть проблемы перевозки грузов. На этот счет глава Кабмина обещал поднять вопрос на заседание премьер-министров ЕАЭС. Главный вопрос, который я буду обсуждать вне повестки дня, даже несмотря на повестку дня с нашими коллегами, это свобода передвижения товаров. Или Единый экономический союз на принципах свободы перемещения товаров, денег, людей, он может и должен существовать, или он не должен существовать. Поэтому мы постараемся отрегулировать сейчас эти вопросы. Но и наши бизнесмены не должны злоупотреблять этим. На пресс-конференции Аклбека Джапарова и наша съемочная группа успела задать свой вопрос. В ноябре прошлого года проверка Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком в деятельности компании «Сома Кейджи» выявила многочисленные нарушения. Позже предприятие было закрыто, а на сегодня оно функционирует в штатном режиме. Уже после обеда объяснение дали в Госфиннадзоре. И на основании этой внеплановой проверки было приостановлено действие лицензии на 3 месяца, 10 октября 2021 года. И все существующие филиалы были закрыты, так как они не были пройдены как филиал «Ломбарда». В настоящий момент все условия по выявленным нарушениям «Ломбарда» в настоящий момент все эти филиалы, которые обозначены как филиалы, работают не только в Бишкеке, а также в других регионах нашей страны. И эти филиалы никак не несут ни материальной ценности, эти филиалы просто являются консультационными точками. То есть доведение до населения финансовой грамотности. Возвращаясь к пресс-конференции, Акалбека Джапарова коснулись и вопроса о строительстве нового города «Осман», о котором стало известно летом прошлого года. Новый город по планам Кабмина будет располагаться на 4000 гектарах земли, иметь производственную инфраструктуру, основанную на высокотехнологичных разработках класса «умный город», использовании альтернативных источников энергии, с оптимальным потреблением ресурсов, экологически чистыми видами транспорта и с соблюдением принципов «зеленой экономики». И это, как подчеркнул глава Кабмина, мечта президента. Я надеюсь, что эта мечта нашего президента претворится в жизни. Сейчас мы работаем над разработкой генерального плана, ищем источники обеспечения воды, электроэнергии. Очень много интересных предложений со стороны очень многих инвесторов есть. Первая ласточка – один из наших граждан, который работал в Америке, сейчас приехал и в Хараколе хочет построить IT-городок. Для IT-программистов со всего света мы ему сделаем все возможное и невозможное. Если у него получится, почему не должно получиться и город «Осман»? Пресс-конференция председателя Кабинета министров и руководителя администрации президента Акалбека Джапарова продлилась более двух часов. В ней приняли участие свыше 50 журналистов, и почти 40 представителей СМИ успели задать свои вопросы.